Доброе утро, уважаемые слушатели вебинара, или добрый день. Все, надеюсь, приготовились. Все готов чай, кофе, все позавтракали довольны. Мы можем начинать наш вебинар. Он называется у нас Assistant Build, ваш помощник в цифровизации строительной площадки. И давайте начнем с ознакомительного содержания тематики нашей сегодняшней вебинара. Естественно, мы будем говорить о том, что у нас такое BIM, строительная модель, как создать BIM, строительную модель, как ввести электронный архив рабочей документации, с помощью каких инструментов его введение возможно. Поговорим про работы, инструменты работы с BIM-моделью и то, как возможно ее использовать. И начнем уже говорить, конечно, про строительную тематику. Про автоматизацию создания диаграмм ГАНТа, как мы можем выполнять приемку работ с помощью BIM-модели, как мы будем ее использовать для сбора, в том числе аналитики, отчетной информации. Ну и, конечно же, поговорим про, в том числе, отчетные материалы, которые у нас получаются. И в целом про саму систему Assistant Build. Это будет у нас на онлайн-части нашей трансляции. В конце мы, конечно, ответим на все возникшие у вас вопросы. Давайте познакомимся. Меня зовут Молоков Антон. Я продукт-менеджер по направлению строительные решения в компании CSD. Со мной сегодня также Павлов Андрей. Это представитель компании-разработчика Assistant Build, компания нефтехим-энжиниринг. Андрей у нас также руководитель группы разработки Assistant Build. И поэтому непосредственно имеет отношение к самой разработке программы. Немного познакомимся с компаниями нашими. Если кто-то, возможно, не слышал, не знаком с нами, мы являемся, компания CSD является крупнейшим дистрибьютором Autodesk в России. И специализируемся на направлении программного обеспечения для архитектурного проектирования и строительства. Ну, в том числе у нас есть также другие не менее популярные решения, о которых мы могли слышать. Это, возможно, Chaus, NTP, трубопровод, SCAT, 5D-смета, о котором мы сегодня также поговорим немного. И многие другие. Ну, естественно, сегодня мы говорим про Assistant Build. Немного про разработчика Assistant Build, компания нефтехим-энжиниринг. Это компания, во-первых, и в первую, наверное, очередь, все-таки не разработчик программного обеспечения, разработчик, скорее, проектной рабочей документации для промышленно-гражданских объектов с большим опытом как раз-таки в нефтеперерабатывающей нефтехимической отрасли и имеет в том числе опыт работы и разработки документации, так сказать, в экстремальных условиях. В том числе и опыт работы с иностранными компаниями, что бывает достаточно важно. И, конечно же, разработчик ряда решений как раз-таки под линейку продуктов Autodesk. Мне бы хотелось также немного еще познакомиться и с вами. И я попрошу запустить первый наш опрос. Он будет состоять из следующего вопроса, достаточно простого. Какова ваша роль на строительной площадке и чем вы на ней занимаетесь? Так, дам минутку, чтобы все у нас смогли ответить на опрос. Так, если ни один из предложенных вариантов к вам не подойдет, можете написать или в чат вашу роль на строительной площадке или как-то еще отметиться. Так, минутка у нас прошла. Все должны были уже ответить, успеть. Вот сейчас вы видите результаты. Естественно, там, что у нас написали в чат, мы разберем немного позже. И получить результат. Ну, у нас получается практически такой паритет между инженеринговыми компаниями, генеральным подрядчиком и немного инвесторов. Давайте тогда поговорим, раз у нас практически организовался паритет, про немного задачи самого строительного инвестиционного проекта. Они, возможно, для каждого из вас будут чем-то близки, возможно, будут различаться. Но в целом они выглядят так, и перед каждым участником строительства они стоят так, если мы вернемся, опять же, к ним. Что у нас нужно инженеринговой компании или разработчику проектной документации, многим другим. Им необходимо в первую очередь обеспечить документацией всю строительную площадку, в том числе архивом проектно-сметной документации, своеременно актуализировать в случае изменения, и вносить изменения, и многое другое, что связано с ней. Если мы говорим про заказчика, нашего инвестора, ему необходимо обеспечить соблюдение сроков строительства и бюджета. Бюджет вообще в лучшем случае, конечно, сократить максимально, насколько это возможно, но самый лучший вариант – это не выйти из этого бюджета. Ему для этого, естественно, необходимы инструменты для контроля анализа, планово-фактических показателей стоимости. Так как как инженеринговая компания нам нужен архив этой проектно-сметной документации, то заказчику необходимо как раз-таки иметь инструменты для контроля. Генподрядчику необходимо иметь доступ ко всей строительной информации, возможность как раз-таки собирать информацию для нашего заказчика. И костей, конечно, мы здесь говорим еще про инструменты оперативного контроля, так как у нас, естественно, генеральный подрядчик ответственный за соблюдение графика строительства. Ну и ему нужно ввести сам объект в эксплуатацию. С этим связано также много различной документации, получения ее, работы с ней, в том числе акты различные. При этом всем мы должны не забывать, что у нас строительная площадка строится благодаря чему-то, обычно благодаря строительным материалам, и поэтому мы еще должны как-то успевать контролировать логистические наши пути и обеспечивать строительную площадку необходимыми материалами, в том числе трудовыми ресурсами, машинами, механизмами. И для того, чтобы каждый участник процесса, как наши подрядчики, генеральный подрядчик, заказчик с инвестором и в том числе инженеринговой компанией пришли к своей цели, необходимо организовать эффективный информационный обмен. Если мы говорим про такую уже ретроспективу, наверное, что у нас было ранее, что сейчас, наверное, до сих пор в некоторых местах актуально, это использование почты, что достаточно медленно обычно бывает. Можно считать новаторством, наверное, использования чатов в Телеграме, организации общей конференции, но в конце концов, в итоговом варианте, это не слишком эффективно. Понятное дело, что это несет за собой определенные минусы, как невозможность распределять информацию или введение сразу нескольких чатов, и все такое подобное, и накладывает определенные ограничения. И чтобы достичь более такого эффективного информационного обмена, нам необходимо всю эту информацию объединить на одной платформе и при этом структурировать ее для каждого из участников. Сейчас я продемонстрирую, как это выглядит. В основе, конечно же, всей информационной составляющей лежит информационная модель. На основе полученной информационной модели мы можем сформировать проектно-сметную документацию, или она формируется заранее, просто ее также загружаем и подготавливаем. Мы разрабатываем план графики строительных работ, диаграммы ГАНТа, и согласовываем проектную логистику и строительно-монтажные работы. Заказчик, владея всей этой достаточно разрозненной информацией, никак между собой не связанной, просто не может объединить все эти источники информации в одном месте и структурировать их для эффективного информационного обмена. Достаточно примера из тех же самых чатов в Телеграме, ватсапе, где-то еще. Вы представляете, если у вас ведется чат, и в него попадает информационная модель в том же исходном формате или чертежи в формате PDF, и потом накапливаются сообщения, все это будет достаточно тяжело найти. И для реализации такого подхода, когда у нас есть единая платформа, такой дашборд с инструментами, который объединяет весь функционал этих продуктов в той или иной мере и позволяющий получить доступ к дополнительным инструментам, была разработана как раз таки система System Build. Она позволяет нас объединить информационную модель как раз таки в форматах, о которых мы поговорим далее. Далее календарно-сетевые графики в известных решениях, проектно-смертную документацию, и в том числе графики поставок материал-машин, механизмов, а также информацию из других систем на одном информационном поле. Давайте, наверное, поговорим про то, как у нас нужно подготовить всю информацию для этапа строительства. И я проведу небольшой, наверное, ликбез. Для кого-то ликбез, для кого-то достаточно очевидная информация. Этот слайд, думаю, уже видели все не один десяток раз, о том, что BIM, в первую очередь, у нас эта информация и не просто красивая 3D-модель. По самому, так сказать, философии использования BIM используется на всех стадиях жизненного цикла. Сейчас многие компании уже приходят к тому, что BIM можно использовать для как раз-таки создания смет, для этапа проектирования как раз-таки создания спецификаций. Многие уже переходят на этап строительства и в том числе опираются на как раз-таки календарные планы, графики работы, и такое появляется уже 4D-5D-моделирование. Но мы сейчас именно говорим про этап строительства, который, к сожалению, не так сильно у нас популярен в отношении BIM. Но, как известно, самый затратный, самый сложный этап – это именно этап строительства, где у нас происходит обычно вся потеря бюджета. Что мы предлагаем к самому созданию информационной модели? Мы предлагаем, конечно же, комплексный подход к созданию BIM, или, как это сейчас говорят, тима моделей. Естественно, он состоит из трех таких основных блоков. Первый блок – это у нас этап планирования, по сути, планирование территории строительства с последующей оценкой технической осуществленности самого объекта, создание презентационных материалов и вообще любых других материалов, помогающих передавать проектный замысел. Обычно для этого используют InfraWorks. Конечно же, данные, которые мы в InfraWorks собрали, они у нас никуда не пропадают. Мы можем на них наложить данные геологических изысканий, которые мы создали в AutoCAD Civil 3D. Далее, естественно, мы можем уже сделать полноценный вывод о возможности размещения того или иного элемента согласно проекту и при необходимости можем быстро внести изменения в документацию. Основной платформой для создания самого и проектирования здания у нас является Revit. Применение в том числе специализированных программных продуктов, упрощающих и помогающих решать узкоспециализированные задачи, в том числе расчета инженерной конструкции здания, разработки узловых соединений, создания технологических схем. Все эти продукты можете видеть на слайде. Но мы не забываем, что в концепцию BIM у нас также входит еще и концепция совместной работы над проектом. Как известно, над проектом у нас работает большое количество людей и зачастую даже бывает сейчас, что это люди, которые территориально находятся друг с другушкой не рядом. И поэтому нам нужно как-то проводить визуализацию и проверять на коллизии объекты, в том числе геометрические ошибки и технологическо-пространственные ошибки. И для этого у нас есть замечательный инструмент, который называется NavisWorks и сервисы BIM-360. Для вообще исключения возможности потери какой-либо информации на стадии обоснования инвестиций, разработки плана самой территории и создания самого проекта, используется комплексный подход на базе IEG коллекции. И сейчас мы расскажем о том, какие из инструментов IEG коллекции у нас подходят для создания строительной информационной модели, которую мы в дальнейшем будем использовать в Assistant Build. Основные программы, конечно, здесь перечислены. И в том числе, как подойти к информационным моделям, созданным в других программных комплексах, также скажу, понятное дело, что это обязательная интеграция с Revit, которая позволяет загрузить у нас все модели, разработанные в этих решениях, и в том числе в вспомогательных решениях разработанных программ. Ну, как и говорил, План 3D, в котором у нас геологические данные накладываются, Civil 3D и Advanced Steel для разработки узловых соединений. Кто-то скажет, что он, возможно, использует не Advanced Steel, а другие какие-то решения для создания разделов с узловыми соединениями или разделов КМКЖ. Для этого есть Navisworks, который позволяет у нас выгрожать информацию в формате IFC. И из формата IFC, который замечательно Navisworks кушает, мы можем передавать данные в Assistant Build. Если с самой информационной моделью мы определились и продемонстрируем то, как она создается, загружается в онлайн-части нашей демонстрации, это будет демонстрировать Андрей. Я еще хочу поговорить про саму дополнительную информацию для тех или иных программ. Здесь я хочу поговорить про сметы. Не многие сейчас знают, но на основе полученной информационной модели мы можем создать и сформировать сметную документацию и смету с помощью программного комплекса 5D-смет, разработанного также российскими разработчиками. Данный комплекс у нас позволяет автоматизировать процесс составления смет и обеспечить интеграцию BIM-платформы Revit, в которой у нас выполняется разработка модели со всеми сметными программами, где происходит выпуск итоговой сметной документации. В сам Assistant Build смета может загружаться в формате RPS, который также может выпускать 5D-сметан, или в форматах Grand-сметан. Не забываем мы и про подготовку всей дополнительной информации. Если мы здесь говорим про календарные графики, то в основном все, конечно же, используют два популярных решения. Это Oracle Primavera и Microsoft Project. Для этих программ также подготовлена двухсторонняя интеграция, которая может загружать и в Assistant Build, и из Assistant Build. Плюс в самом Assistant Build есть возможность редактирования и создания своих собственных графиков, которые как раз-таки более автоматизированы с точки зрения строительства. Ну и не забываем про информацию из таких систем, как 1С, САП и выгрузки данных в Excel. В Assistant Build также предусмотрена возможность загрузки и выгрузки этих документов. Еще один небольшой опрос. Добавляем немного интерактива, чтобы вы, так сказать, не забывали про меня. Так, опрос у нас под номером 2 звучит следующим образом. Чего сейчас не хватает отрасли для цифровизации строительной площадки? В конце года у нас было достаточно много мероприятий, посвященных ТИМ, посвященных информационному моделированию, в том числе новым изменениям в законодательстве. И, как мне кажется, в какой или иной мере этот опрос достаточно интересен будет и результат того, с чем вы сталкиваетесь. У нас сегодня присутствует совершенно разная публика. Как мы видим, у нас есть и инвесторы, у нас есть и генеральные подрядчики, инженеринговые компании. Если у вас, конечно же, набирается сразу же несколько вариантов ответа, просто продублируйте их в чат, чтобы мы знали. Так, наверное, озвучиваю еще варианты ответа, пока не забыл. Да, варианты ответа у нас были такие. Не хватает ли кому-то готового инструментария? Результаты вы уже можете видеть, ответы на экране. Разработанных методологий, успешных примеров реализации таких проектов, где у нас использовалась информационная модель. Самый большой, так понимаю, у нас процент возникает сложности с персоналом. И 3% у нас ответили в чат. Большое спасибо. Так, на этом моменте мы, наверное, придем как раз-таки к онлайн-демонстрации. Я попрошу Андрея подключиться к нам. Да, добрый день, Антон, спасибо. Показываю экран. С чего начинается управление строительством? С переданной проектировщиками документации. Или с разработанной BIM-моделью, если для управления строительством должна использоваться BIM-модель. То есть проектировщики не задумываются о том, чтобы разработать модель так, чтобы на основе этой модели можно было управлять строительством. Мы обычно показываем демонстрацию функционала Assistant Build на промышленных объектах. Но так как все чаще приходят и обращаются с вопросами по гражданскому строительству, как система может работать с гражданскими объектами. Я сегодня хочу показать на примере условного жилого дома в 24 этажа. Среда общих данных, которая формируется с помощью Assistant Build, должна содержать в первую очередь исходные данные для формирования объекта строительства. А это переданы от проектировщиков, электронные архивы из документации. И ведутся они в системе. Инструменты системы разделены на логические блоки. Это проект, все, что связано с проектированием, подготовкой проекта. Штаб строительства. Это инструменты контроля, управления, анализа строительного проекта. И площадка строительства для работы с подрядными организациями. Логистика для обеспечения работы со снабженцами, со снабжением строительной площадки, строительными материалами. В электронном архиве содержится информация о исходно-разрешительной документации по проекту, проектно-сметной документации. Сегодня на примере раздела КЖ, на примере Монолита по этому дому покажу. Ну, мы и другие разделы увидим. Эти электронные архивы, все электронные архивы в системе, как и во многих других системах, должны обеспечивать следующие функции. Хранение, разграниченный доступ, версионирование. То есть, под каждым документом хранятся все предыдущие версии документа. К ним возможен доступ. Все должно фиксироваться, кто просматривал, кто загружал. Все это учитывается в системе. Также электронные архивы должны позволять выставлять замечания к документации. Сотрудник с ролью, для которого назначена роль, например, какой-то техконтроль, стройконтроль. Они могут проверять документы. Документы проверяются во встроенных просмотрщиках. То есть, здесь можно сразу работать с аннотациями к этим документам. Например, при введении какого-то замечания к документу, он будет сохранен в документе. И в реестре замечаний к отдельному документу он появится. То есть, я сейчас создал замечание. Здесь же на него можно создавать ответы. И таким образом по каждому документу ввести замечание. Естественно, есть общий реестр замечаний по всему проекту, в котором по типам документов, здесь применяя фильтры, можно отфильтровать замечания. Увидеть, что закрыто, что отклонено, что сейчас в работе по замечаниям. И таким образом формируются электронные архивы. Кроме проектно-сметной документации, как я сказал, уже есть исходно-разрешительная документация, BIM-модели, архив с POS и PPR. В которых также проводится согласование этих документов, контроль комплектности и так далее. Документы геодезической разбивочной основы, реестр общей замечаний и реестр коллизий, которые выявлены на этапе моделирования. Что еще нужно сказать по архивам? Каждый архив поддерживает возможность привязки к документу чек-листа. Особенно актуально, например, на этапе проверки проекта производства работ, перечня технологических карт, привязанных к PPR и так далее. Для этого к каждому документу могут быть привязаны чек-листы, а в системе есть перечень, есть библиотеки, которые включают и библиотеки для контроля качества выполнения работ, и библиотеки для чек-листы для контроля проверки готовности подрядчика, для проверки документов PPR и так далее. Здесь уже чек-лист привязан, он содержит ссылку на нормативно-техническую документацию, которая необходима для проверки, а также содержит перечень вопросов, которые ответственный сотрудник должен проверить. Каждый документ электронного архива также отправляется по преднастроенному маршруту согласования. То есть есть справочник маршрутов согласования, в данном случае для данного типа это согласование по PPR, в которых назначается последовательность и ответственные роли, которые должны эти документы согласовать. В итоге каждый документ проходит проверку и хранит информацию о том, кто согласовал, кто отклонил и на каком сейчас шаге он находится, что позволяет их отфильтровать и контролировать перечень документации. Это что связано с электронными архивами. Разработанные проектировщиками BIM-модели, нужно сказать, что работать система может и без BIM-модели, но раскрывается функционал, потенциал системы именно с применением BIM-модели. Модели хранятся в электронных архивах. Например, здесь по выбранному мной разделу хранится модель в формате REVIT, а также по всем другим разделам хранятся модели. Для BIM-инструментов AEC-системы здесь разработаны плагины, которые встраиваются в панель управления, то есть, например, в REVIT, здесь это подземная часть этого дома, и плагины позволяют выполнить следующую работу. То есть, как я говорил, проектировщик не задумывается о том, что его модель нужна для того, чтобы управлять строительством. И эту модель необходимо дальше подготовить для того, чтобы управление строительством было комфортным. То есть, на верхнем уровне проекта от проектировщиков приходит структура проекта в виде комплектов документации, это титулы, разделы, и глубже проектировщик не детализирует. Но для того, чтобы управлять строительством, необходимо разделить на какие-то секции, блоки, строительные блоки, отдельные конструкции, группы конструкций. И вот в системе для этого предназначен справочник типовых блоков строительства и заданий. В промышленной сфере типовые объекты сложно типизировать, обычно там каждый проект это что-то уникальное. А в гражданском строительстве это гораздо проще. Тут можно применять справочники, в которых уже заведены типовые блоки строительства, перечни заданий, которые необходимы для того, чтобы выполнить этот объект, построить его. И к заданиям еще могут быть привязаны расценки. Расценки могут... Система может работать как с корпоративными, так и со сметными расценками. Вот. И BIM-менеджер, либо это инженер ПТО, формирует структуру проекта. Также ее можно формировать, то есть детализирует структуру от проектировщиков, это структура рабочей документации, да, детализирует ее для управления строительством. А затем в плагине связывает элементы модели со структурой проекта. Если... Ну, возможно, еще такой вариант, что структура проекта формируется при загрузке модели в систему. То есть модель имеет также иерархическую структуру, что позволяет ее выгрузить и сформировать структуру проекта автоматически. Инструменты. Те, кто уже видел нашу систему, уже видят, что мы переработали интерфейс по пожеланиям наших пользователей. Мы сильно изменили его. Теперь здесь в панели отображается перечень элементов, которые плагин вычитывает из модели. То есть спецификация, номенклатура, объемы материалов, а также характеристики, которые необходимы для управления строительством. И здесь отображена структура, которая будет сформирована или уже сформированы, и объекты привязаны к этой структуре в проекте. То есть в разрезе только того раздела, с которым мы сейчас работаем. Фильтры и проблемы, которые показывают, чего не хватает в этой модели для того, чтобы быть загруженной в систему. Либо какие-то предупреждения есть, либо где-то может быть не указана единица измерения, где-то не вычитан объем из-за настройки плагина или отсутствия полей у элементов. В общем, какие-то разные проблемы. Также для разработки Assistant Build предлагает библиотеку семейств. Мы проектная организация, и мы используем библиотеки семейств. Мы их храним в системе для того, чтобы заниматься моделированием во время моделирования. А также инструменты поиска элементов, которые позволяют найти элементы. То есть они расширяют возможности поиска Revit и позволяют найти элементы, изменить их свойства какие-то для того, чтобы устранить недостатки, которые не позволяют загрузить эту модель в систему. И таким образом, когда модель проходит верификацию, когда определяется достаточность данных, модель загружается в систему посредством плагина. Посредством экспорта из модели. Также, это я демонстрирую плагин для Revit, для AEG коллекции, это Advanced Steel, Plan3D, Civil, Navisworks. Для них разработаны плагины. Другие вендоры могут загружаться как из Navisworks, так и в последней версии Assistant Build появилась возможность загружать модели напрямую из IFC без использования Navisworks. Продемонстрирую немножко позже. Когда модель загружается в систему, что происходит на этом этапе? В первую очередь формируется спецификация на отдельные конструкции, например, вычетан бетон из модели на стену, потом на группы конструкций, то есть все стены подвала, их объемы. Уже на этом этапе можно оценить объем основных ресурсов, полученных из модели. Тут нужно сказать, что в модели моделируется далеко не все. Как этот вопрос решается для того, чтобы сформировать закупочную ведомость, расскажу немножко позже. То есть здесь это правильно называть спецификацией BIM-модели, это не спецификация рабочей документации, потому что она не полная. То есть она содержит только информацию, которая есть в модели. Вот, также это спецификация на любые выделенные элементы структуры. То есть весь раздел, все материалы, которые необходимы для формирования этой структуры. Следующее, что происходит во время загрузки системы, это формируется визуализация этой модели. То есть сам Assistant Build позволяет работать с визуализацией модели. Например, здесь для наглядности включу модели. Загруженная модель позволяет выполнять следующие функции. Ну, так как у нас теперь уже проект структурирован, и модель к нему привязана. То есть после загрузки модели каждый элемент связан со своей структурой проекта, то появляется возможность, например, выключить какие-то объекты, осуществлять навигацию по структуре проекта. Ну, например, работать с отдельными частями этой модели. Вплоть до заданий на строительно-монтажные работы. Задания я позже расскажу о них подробно, потому что это один из основных элементов системы. То есть здесь есть возможность работать, осуществлять навигацию по модели, как удобно выключать-включать элементы и так далее. То есть те функции, которые позволяют с моделью комфортно работать. Здесь же видна спецификация по загруженным моделям. То есть все элементы, которые отображены в модели, отображаются в спецификации. И, соответственно, каждый этот элемент имеет информацию о номенклатуре, расположении в проекте, об истории фактического монтажа. Как внести факт в систему? То есть для того, чтобы внести в систему факт, есть несколько способов. Первый – это использование настольного клиента для того, чтобы выбрать какие-то элементы в модели, согласно, например, структуре проекта, либо выбранным фильтром в спецификации, назначить на них дату монтажа, объем в процентах или в абсолютных значениях и сохранить. Второй вариант – это сделать через веб-браузер. Есть браузерная версия, которая позволяет на площадке сформировать информацию по фактическому монтажу и отправить в систему. Третий вариант – это через мобильное устройство. Есть приложения для iOS и Android, которые позволяют на этих системах отправить данные в систему по фактическому монтажу. Ну и есть еще один вариант через плагин для Navisworks – указать элементы и с помощью плагина, например, сформировать обменный файл. Удобно иногда, когда нет интернета. То есть есть модель у инженера ПТО, например, на площадке. Он указывает факт, формирует обменный файл, потом где-то, уже когда появляется у него интернет, он отправляет. Удобно для удаленных площадок. Но нужно сказать, что и мобильные браузерные версии также могут работать с сохранением запросов и отправкой на сервер, когда появится интернет. То есть на мобильном телефоне можно работать без интернета, а когда интернет появляется, отправлять данные на сервер. Что еще можно делать с применением этой визуализации BIM-модели? Следующее. Это когда передан факт, то на модели факт отображается желтым цветом. Желтый цвет показывает, что эти элементы смонтированы по информации с площадки, но не приняты в стройконтроль. И здесь есть возможность выбрать за определенный период, что монтировалось в каком-то определенном промежутке времени, например, если проверяется за какую-то часть работ. И принимающий, это может быть, например, инженер стройконтроля или инженер стройнадзора. Аналогично как с монтажом, указывает дату принятия элементов, и после этого элементы будут, после сохранения принятия, элементы будут окрашены уже в зеленый цвет. То есть принятые элементы окрашиваются в зеленый цвет. Следующий этап принятия работы, это уже принятие их в акт выполненных работ. Для этого в системе создается акт, который соответствует назначенному на эти работы подрядчику. Возможно, договор, на основе которого происходят эти работы. И к акту привязываются объемы. Привязанные к акту объемы уже будут отображены синим цветом. То есть принятые работы в модели отображаются синим цветом. Здесь у меня не очень видно. Давайте другой попробуем. Привязать к акту выполненных работ. И принятые работы уже будут отображены синим цветом. То есть по мере возведения объекта он будет все более раскрашиваться по цветам. Сначала это будет желтый, потом зеленый, потом синий. Понятное дело, что цвета можно настроить. Таким образом происходит приемка работы модели. Также инженер стройконтроля может работать с замечаниями на этой модели. Для этого предназначен инструмент замечания, который позволяет выбрать элементы в модели и зарегистрировать какие-то дефекты, нарушения. Они привязываются к объектам структуры, привязываются к модели. Сюда могут быть загружены файлы, предписания, нормативно-техническая документация из библиотеки. И не устраненные нарушения отображаются маркером красного цвета, а устраненные маркером серого цвета. То есть и все устраненные замечания также формируют историю нарушений. По выбору такого маркера можно обратиться к карточке маркера, увидеть подробности об этом нарушении. Ну и формируется общий реестр нарушений, которые зафиксированы стройконтролем. Аналогичным образом работает инструмент работы с фотофактом. Фотофакт привязывается к модели в виде маркеров и при выборе такого маркера открывается во встроенном просмотрщике. И здесь уже фото по этому объекту за определенные периоды. Также формируется общий реестр фотофакта. Я еще к нему вернусь. Ну и так как все элементы связаны с заданием на работе, а задание на работе содержит информацию о назначенных подрядчиках, либо еще не назначенных, если законтрактованы, то в модели можно видеть объемы подрядчиков, каждого из подрядчиков, которые выполняют эти работы, и объемы, которые еще на подрядчиков не назначены. Теперь время поговорить о заданиях. Задания в системе хранятся в блоках строительства. Блоки строительства здесь подсвечены синим цветом. То есть это какие-то группы конструкций, однотипных конструкций, для выполнения которых необходимо выполнить какие-то задания. Задания добавляются из справочника типовых заданий, либо могут создаваться здесь вручную, и каждое задание содержит информацию о том, о виде работ по классификатору, видов работ, его состоянии, подрядчики, которые выполняют эти работы, или если подрядчик еще не назначен, то этой информации нет. О сроках выполнения по целевому оперативному плану и подсказка по фактическим данным с площадки, то есть как планировалось, как выполняются работы в соответствии с условиями стройплощадки, и как наиболее реальные данные, это по фактическим переданным данным с площадки. Процент выполнения по объему и единица измерения основного ресурса, и плановый, и фактический объем этого ресурса. Если рассматривать задание подробнее, увидеть его карточку, то здесь на первой странице отображены все эти параметры, а дальше перечисляются спецификации, то есть те элементы, которые получены при загрузке модели в систему и автоматически привязаны к заданию. На основе этой информации формируется плановый объем задания, и после передачи факта формируется фактический объем задания. На основании отношения факта к плану формируется процент выполнения задания, который учитывается дальше в отчетах. Здесь немного недовыполно задание, то есть 65 кубов запланировано, 63 залито. Следующий инструмент позволяет оценить стоимость задания. Здесь привязываются расценки сметные, либо из справочников корпоративных расценок, из ведомости договорной цены, привязанной к договору, в справочнике договоров. И, соответственно, привязываются расценки, на основе этого формируется итоговая стоимость по заданию. То есть табличка показывает объем по плану, по факту, стоимость по плану, по факту, трудозатраты основных рабочих и механизаторов, если эта информация есть в расценках, в данном проекте учитывается. Например, при привязке сметы, там каждая позиция содержит информацию о трудозатратах, стоимости на единицу объема и необходимость строительной техники. Если есть информация о строительной технике, то в задании указывается, какая строительная техника необходима для выполнения этого задания. Также в задании регистрируются нарушения, которые регистрируются стройконтролем, то есть это ссылка на общий реестр нарушений. Риски, которые могут повлиять на срыв строительно-монтажных работ. Например, здесь в этом задании есть риск по наличию вопросов КРД. При моделировании, видимо, вы выявили какие-то несостыковки. Диаграмма выполнения по целевому оперативному плану, а также ссылка на реестр исполнительной документации и те документы в реестре исполнительной документации, которые относятся к выполнению именно этого задания. Фотосъемка, то есть здесь фотографии тех элементов, фотографии возведенного по этому заданию объекта. И чек-листы, которые используются для контроля качества выполнения работ, которые также привязываются из, ну, допустим, условный какой-то чек-лист, привязываются из справочника чек-листов и служат для оценки проведения работы, качества проведения работы. И далее. Задания в системе объединяются в графике. Как сформировать график в системе? Как Антон сказал, можно загрузить из Primavera или Project'а и выгрузить туда. Но, на мой взгляд, более интересно формировать график в системе. И я сейчас покажу, как это сделается. График в системе появляется еще на этапе инициации проекта. Здесь отображены стадии проекта и на каждом этапе формируется график, формируется схема планирования. Он развивается по этапам проекта. И на этапе строительно-монтажных работ, это уже подробный график работ, попробуем сделать график на этапе инициации. То есть здесь какой-то у нас будет график и формируем его структуру, схему планирования. То есть справа отображена структура модели, она нам понадобится немного позже. А пока поработаем со структурой планирования, со средней частью. То есть я сформировал новый график и теперь, используя шаблоны, я хочу добавить сюда шаблон, например, на жилой дом и на монолитные работы. Допустим, на монолитные работы выше нуля. И я хочу, чтобы было в этом графике, допустим, 25 этажей, как в моей модели, пронумерать с единицей и создать между ними связи. И пусть этот график будет разбит на две секции. Это будет секция 1 и секция 2. Такой вот двухсекционный дом. Выбираю те объекты. Извиняюсь, не в то поле внес. Секция 1, секция 2. И добавляю из справочника шаблон графика. То есть на этапе инициации это еще должен быть график, в котором для гражданского строительства, например, это только метр квадратный, по которому мы можем оценить на основе предыдущих проектов, оценить предварительно стоимость проекта. И вот создался график в две секции и в каждой секции 25 этажей. То есть это еще не график, это схема планирования графика для того, чтобы здесь предварительно оценить его объем. Если у меня уже на этом этапе есть BIM-модель, я могу наполнить этот график информацией из BIM-модели. Ну, а как мы видим, у меня уже есть BIM-модель. Так что я использую объекты из этой BIM-модели для того, чтобы наполнить схему планирования. Включаю визуализацию для того, чтобы мне было удобно работать. И перетягиваю, например, объемы работ из модели в структуру этой схемы планирования. Допустим, пять этажей. Если войти теперь в любой из этих элементов, ему можно планировать отдельно. То есть это те элементы, которые я перетянул из BIM-модели. Вернемся к графику. Здесь уже появилась визуализация того, что я уже распределил по схеме планирования. То есть каждый отдельный этаж. То есть таким образом я распределил монолит по структуре графика. И теперь, имея связи между этажами из справочника, имея объемы работ из BIM-модели уже на этом этапе и структуру, сформированную на этапе формирования структуры проекта, я могу рассчитать график. Немножко уменьшим масштаб. Здесь уже даты были рассчитаны. Пересчитаю график. То есть пересчитался график с учетом зависимости, с учетом связи. Например, если мне между этажами необходимо еще поставить задержку по какой-то причине. Ну, бывает, например, должен бетон застыть. Короче, технологические паузы. И снова этот график пересчитаю. То у меня сформируется целевой график уже с учетом этих зависимостей. Если его раскрыть, то в каждом отдельном элементе этой схемы планирования тоже видны объекты. Между ними можно в зависимости проставлять, если они справочника не проставлены. И так далее. Далее в этом графике есть возможность сформировать фронт работ. То есть выбрать на определенный период те работы, которые попадают в определенный период. Они отображаются и в диаграмме, и в перечне работ. Выбрать, вернее, назначить на эту структуру, указать, к какому договору относятся эти работы. И тогда будет назначен автоматический подрядчик на работу. Либо напрямую указать подрядчика, выполняющего эти работы. И после этого можно сформировать, например, шаблон план задания отсюда, который показывает, для какого подрядчика, на каких объектах, какие виды работы, в какие сроки должны быть выполнены. То есть выдать это как задание подрядчику. Дальше шаблон ведомости договорной цены, который все привязанные расценки для работы с подрядчиком, для контрактования с подрядчиком, простите, может быть передан, согласован, согласованы цены, и потом ведомость договорной цены будет внесена назад в систему. Также здесь, простите, ведомость договорной цены, ведомость договорной цены. Не сформировал, я думаю, договорной цены. Так, ну ладно. Бывают такие моменты. Дальше. Работая с этим графиком. Одну секунду. Работая с этим графиком, есть возможность его планировать, работать отдельно с каждым элементом этих конструкций и так далее. Далее. Архивы исполнительной документации. Во время работы по объекту формируются документы исполнительной документации, которые... Вся исполнительная документация хранится в реестре исполнительной документации с привязкой по структуре проекта. То есть здесь можно, применяя фильтры по структуре проекта, например, отдельно выбирать объекты строительства и видеть ту исполнительную документацию, которая к ней относится. На этапе формирования перечня исполнительной документации могут заноситься документы, которые необходимо будет сформировать. То есть это вносится из справочника исполнительной документации, это могут быть журналы, акты освидетельствования и так далее. Они вносятся и затем инженер ПТО, например, вносит уже исполнительную документацию в эти документы и таким образом формирует реестр. Также исполнительная документация привязана к реестрам, реестры привязаны к подрядчикам, подрядчики сдают документацию и каждый реестр содержит ссылки на эту исполнительную документацию. Следующее, что нужно сказать по поводу реестра фотофакта. Реестр фотофакта также общий в системе с возможностью привязки к отдельным блокам строительства. То есть применяются фильтры, применяется фильтр по структуре проекта и привязанные к элементам проекта фотографии, видеофайлы отображаются в этом реестре. Также формируется реестр актов выполненных работ, который показывает какие акты выполненных работ. То есть, как мы видели, можно здесь подготовить шаблон, далее он может быть доработан, например, какие-то компенсации, фонда плата труда сюда добавляется. И формируется акт выполненных работ, который может быть передан в систему, например, 1С для того, чтобы там вести учет, либо выведен в форму КС-2. Также инструменты стройконтроля представлены, кроме тех, что я показывал, это регистрация нарушений, исходно-разрешительная документация, контроль документации. Это общий реестр нарушений, который работает по аналогии с другими реестрами. И журнал авторского надзора, журналы общих вопросов, на них можно подписаться, получать уведомления. Здесь могут вестись письма, в данном проекте не заведены письма о замене материалов и реестр заданий на внесение изменений. Вот. Далее, что я хотел бы еще показать. Для того, чтобы контролировать состояние проекта, необходимы аналитические отчеты. Я сейчас покажу здесь. Это, например, отчеты по общей оценке состояния проекта по методу освоенного объема, который показывает индикаторы проекта. Менеджерам проектов они хорошо знакомы. Это CPI, Cost Performance Index и другие, которые показывают отставание по стоимости, опережения и так далее. И показывают краткую сводку по проекту. Это объемы материалов, которые используются в проекте. То есть, в каких разделах, каких видов материалов, в каких объемах используются. Информация по объемам видов работ. Например, сколько всего бетонирования запланировано, фактически выполнено, сколько процентов детализации, в каких разделах используются эти виды работ, в каких объемах, на основании каких заданий. Также информация по трудозатратам, которая в данном проекте учет по трудозатратам не ведется, поэтому их нет. Но такие отчеты могут быть представлены в форме как по структуре проекта, так и, например, по дисциплинам, сколько всего накажения необходимо основных рабочих, механизаторов и так далее. Ну и есть отчеты в форме Excel, которые позволяют также оценить состояние проекта. Отчет показывает на нескольких листах, какие виды работ, на каких объектах запланированы, выполняются с начала проекта, в отчетном периоде. Далее по титулам в каждом титуле, каких видов работ, на каких объектах, на основании каких заданий выполняются, по дисциплинам, то есть, например, всего по ВК, каких видов работ по ВК, в каких титулах, разделах и так далее. По подрядчикам, то есть, какой подрядчик, какие объемы работ выполняет и лист с плановой интенсивностью, который показывает на каких объектах, какие виды работ, на какую дату, сколько должно быть освоено и сколько накопительным итогом на данную дату должно быть освоено. И лист с фактической интенсивностью, который показывает в отчетном периоде, на каких объектах, в каких заданиях, в каких объемах фактически выполнено, на какое число по информации с площадки. Нужно еще сказать, что в каждом отдельном случае обычно отчетность настраивается отдельно, поэтому и формы могут быть другие и так далее. Плюс можно подключать, например, Power BI напрямую к базе данных Assistant Build, либо выгружать из Assistant Build источники данных для работы с Power BI и таким образом настраивать корпоративную отчетность по анализу проекта. Также, коллеги, я вначале хотел показать новый инструмент, который позволяет загружать модели напрямую из IFC. То есть для этого выбирается модель. Например, из Tecla здесь уже предустановлены шаблоны, которые связывают атрибуты модели с атрибутами Assistant Build. Для этого я использую, например, шаблон Tecla KMD для этой модели и происходит разбор модели и дальше эта модель отображается так, как она будет выглядеть в системе после загрузки и отображается спецификация этой модели. То есть вот модель и здесь спецификация модели и здесь также возможно выполнить все те функции, которые выполняются в плагинах, то есть назначить блок строительства для выбранных элементов, распределить эту модель. После чего она будет загружена в систему и работа с ней будет возможна так же, как и с моделью загружена из Revit, Advanced и других. То есть это не только Tecla, это и из других. В общем, из любых, любые вендоры, которые выгружают в IFC, могут быть загружены в Assistant Build. Ну и нужно сказать, что есть еще веб-версия, которая также позволяет работать и с моделями, и со структурой проекта. В общем-то реализует практически те же функции, что и настольный интерфейс, и на мобильном устройстве эта версия будет выглядеть следующим образом. То есть она адаптируется под экран мобильного устройства и на ней, соответственно, можно работать и с моделью, и со структурой проекта, передавать фактический монтаж, фотофакт, регистрировать нарушения и так далее. Еще хотел сказать про инструменты контроля готовности подрядчика к выполнению работы. Актуально для тех, кто занимается строительным контролем. И в справочниках проекта здесь введены договоры, подрядчики. Подрядчики привязываются к договорам. В договорах есть дополнительные соглашения, есть ведомости договорных цен и так далее. Но что касается подрядчика, есть подрядчик и в карточке подрядчика указано, в каких договорах он состоит, чек-листы для проверки подрядчика из библиотеки подрядчика, то есть проверка разрешительной документации, ресурсов подрядчика, лабораторий и так далее. И документы, которые к этому подрядчику относятся. То есть это разрешительная документация, которая поддерживает все те же функции выставления замечаний, ферсионирования, отправка по маршрутам согласования, привязка чек-листов, сертификаты лицензии разрешения с информацией о согласовании, заключение контроля готовности подрядчика к выполнению работы, информация по его лабораториям, по строительно-испытательной лаборатории, электротехнической лаборатории неразрушающего контроля, информация по охране труда, пожарной безопасности и так далее. И все, реестр всех замечаний к подрядчику, которые у этого подрядчика есть. Вот, коллеги, надеюсь, вас не утомил. Я закончил, предлагаю перейти к обсуждению, задавайте вопросы, что вас интересует. Так, Андрей, мы сейчас еще не переходим совсем к вопросам. У нас несколько пунктиков осталось. Так, прежде чем, наверное, перейти к вопросам, что-то еще обсуждать, мы должны, наверное, пройти вкратце этап того, как мы управляем строительством от АДАЯ. Но прежде всего мы начнем с нашего опроса. Запустите, пожалуйста, третий опрос. У нас будет звучать следующим образом. Возможно ли цифровизация строительной площадки у нас с применением все-таки BIM-модели после просмотра того функционала, который вам показали? Ну, у нас здесь несколько всего вариантов. Это да, нет или оставьте свой комментарий. Ну, в плане оставьте свой комментарий, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением. Подходит ли вам? Требуется ли, возможно, где-то доработка? По опыту могу сказать, что такие глобальные инструменты, как Assistant Build, они все равно требуют доработки под того или иного заказчика, под нужды каждой организации. Потому что те или иные процессы, которые, так сказать, не описаны досконально, нет по ним разработанной методологии. Как мы сегодня узнали, что для многих наличие той или иной методологии уже готово является ключевым фактором. И, как мы знаем, раз эта методология не описана, значит, она каждая используется во что гораст. Поэтому дайте, пожалуйста, здесь обратную свою связь. Для нас это будет очень важно. А для вас, возможно, станет решением вашей проблемы в будущем, когда мы подойдем к вашему вопросу, к вашему замечанию с совместным решением. Давайте еще полминутки дадим всем ответить на вопрос. Но, как показывает наш опрос и результат опроса, большинство считает, что уже сейчас возможна у нас цифровизация строительной площадки с применением BIM-модели. Возможно, разными другими путями в том варианте, который предложили мы. Кто-то считает, что оно совсем невозможно. И еще у нас 12% также отметили, что оставили какие-то замечания в чате. Мы их, конечно же, потом прочитаем. Давайте подведем итог для тех, кто у нас присоединился позже, кто забыл, как у нас происходит все от начала до конца. На основе проектных решений мы создаем связь информационной модели с помощью инструментов АЕК-коллекции. С помощью плагинов мы загружаем эту информацию, подготавливаем ее для загрузки в Assistant Build. Далее мы подготавливаем сметную документацию или разрабатываем ее на основе 5D-сметы. Также загружаем в Assistant Build после того, как мы это все загрузили. У нас есть еще и возможность разработать или внутри самого Assistant Build графики строительства, или загрузить уже готовые варианты, которые у нас были разрабатаны до этого. Далее у нас, конечно же, наступает самый интересный, самый ответственный момент. Это именно процесс строительства. Если сказать, как он выглядит, будет совсем вкратце, в таком самом сокращенном варианте, это мы формируем задания для подрядных организаций, выполняем мониторинг этих заданий, используя инструменты Assistant Build. Как вам показали, есть инструменты замечательного авторского надзора, и все с ними связано. Мониторим поставки материально-технических ресурсов, составляем, опять же, отчеты, получаем всю информацию со стройки. И, естественно, работа с КС-ками у нас уже сейчас никого не удивишь. Многие это предлагают. Мы про это тоже не забываем, для многих это достаточно важно. Естественно, этот процесс управления строительством будет длиться, насколько необходимо, до завершения строительства. Надеюсь, что у всех здесь присутствующих стройка будет заканчиваться в срок. Подробнее узнать про Assistant Build, про возможность интеграции с ним, или про то, с чем можно работать, как выглядит комплект поставки, все остальное вы можете на нашем сайте. В том числе вы можете у нас также запросить демо-доступ. В демо-доступе у нас представляется проект разработчика. Нет, к сожалению, загрузки своих проектов. Но если будет такая необходимость, вы можете связаться с нами. Опять же, мы попробуем загрузить ваш проект в Assistant Build, посмотреть, как он будет выглядеть, насколько он сейчас готов для этапа строительства. Также еще хочу сообщить, что скоро у нас будет запуск нескольких роликов кратких. Они будут рассказывать о том, какие есть фишки, такие функциональные Assistant Build, каких нет у других, так сказать, производителей, и в чем наши отличительные особенности. Подписывайтесь на новости, следите за обновлениями. И под итог хочу сказать, в чем все-таки преимущества использования Assistant Build, что показал опыт пользователей. Опыт применения системы на строительной площадке у нас показывает, что время на поиск и консолидацию всей необходимой информации для формирования в том числе отчетов и для самих участников строительства у нас сократилось как минимум в два раза. При этом все освоенные объемы подрядчиков у нас учтены в полном объеме, и мы держим их под контролем. Как я и сказал, аналитические отчеты у нас позволяют отслеживать одновременно пять основных показателей, в том числе множество других, если мы используем конструкторы отчетов. И, так сказать, эти отчеты у нас и показатели дают возможность своевременно корректировать ход строительства, выделять дополнительные смены, возможно, или выделять дополнительные трудовые ресурсы и оставаться в рамках бюджета и графика. Как мы все знаем, что самая большая у нас боль – это все-таки невыполнение текущего графика. Не всегда, не всегда бывает по вине того, что нам не хватает трудовых ресурсов, иногда это и независимые от нас факторы, но, так сказать, зависимые от нас факторы мы можем исключить. Внедрение самой системы позволяет обеспечить доступ, конечно же, на 100% к всей необходимой информации тем участникам строительства, кому это необходимо. Ну, так называемый ролевой доступ. И, в том числе, он позволяет, конечно, разграничивать всю информацию, в том числе по редактированию и по загрузке. И вот здесь мы переходим к самому, наверное, интересному и важному этапу – это сессия наших вопросов и ответов. ответим совместно с Андреем на все возникшие вопросы. Так, предрекаю, возможно, вопрос о том, будет ли доступна запись вебинара. Она будет доступна. Так, попрошу дать возможность введить сообщения, потому что я не вижу их сейчас. Так, сейчас. я разверну вопросы и буду их засчитывать по одному. Вопрос от Марии. Здравствуйте. Я работаю в генпроектной организации. Интересно, с точки зрения возможности авторского надзора и строительного контроля и вообще перспективы для обоснования целей заказчика. Так, Мария задавала вопрос нам до начала. Возможно, мы уже на него ответили, да? Да, возможно, мы уже на него ответили. Для применения обоснования целей заказчика, так скажу, по опыту, применялся уже не раз. Естественно, билд как инструмент обоснования целей. Ну, и в целом применяться достаточно успешно. И применение такое тоже возможно. Для цели авторского надзора, в том числе строительного контроля, применения также находит, так сказать, своих пользователей. Второй вопрос. Возможно, этот вопрос стоит обсудить подробнее. Мы можем, вы можете связаться с Антоном и организовать встречу, на которой мы рассмотрим кейсы. Ну да, здесь опять же тоже нужно исходить из задач каждого, так сказать, конкретного пользователя, организации. Если, так сказать, общий подход к строительному контролю, строительному надзору, авторскому надзору, он понятен, то нюансы бывают у всех. Естественно, нюансы нужно обсуждать. И второй вопрос также от Марии у нас. Он, скорее, даже не вопрос, наверное, комментарий к нашим предыдущим вопросам. Сложности персоналам. Заказчик не понимает, для чего им нужно использоваться, пользоваться, и не понимает, как пользоваться результатом таких вычислений. Ну, опять же, результат, если нету или там отдельно взятых аналитиков, или директоров по строительству, или там, возможно, не хватает компетенций, в принципе, по отчетной информации, по графикам, которые строит сама система, можно понимать уже графически и визуально, как идет ход строительства. Я добавлю пару слов. Заказчик здесь ключевой пользователь. Для него стройка должна быть прозрачной. Он должен видеть, как расходуются его деньги, как эффективно проходит работа. И для этого, и смысл этой системы в том, чтобы в первую очередь визуализировать процессы настройки для заказчика, для того, чтобы он хорошо понимал ситуацию, мог своевременно и точечно управлять этим процессом. То есть видеть бутылочные горлышки, видеть, где сейчас проблемы, где они могут возникнуть. Риски предугадывать, видя эту информацию, предугадывать риски, принимать своевременные решения. Ну и опять же, уже начиная с этапа работы с BIM-моделью, очень много коллизий, которые устраняются до начала этапа строительства. А как мы знаем, чем дальше в стройку пройдет ошибка, тем дороже она будет нам стоить. Да, чем глубже в лес, тем толще партизан. Наверное, перейдем к следующему вопросу. Вопрос, опять же, аналитики, обоснования того, зачем это нужно заказчику. Можем отложить на такие, наверное, индивидуальные разговоры. Телефон доступен, вы увидите на слайде, вы можете позвонить мне, обсудим это тоже в такой более приватной обстановке. Второй вопрос. Второй вопрос я прочитал. Вопрос Татьяны теперь. Добрый день. Добрый день, Татьяна. Какая система лицензирования и стоимость лицензии? Стоимость лицензии у нас доступна на сайте. Можете перейти и скачать прайс-лист. Он ни для кого не является скрытым. Система лицензирования у нас клиентская, клиент-серверная, то есть это архитектура самой системы, это клиент-серверная архитектура, то есть это не облачное решение. Ассистент Билд работает в IT-контуре заказчика. И это сетевая лицензия. Да, сетевая лицензия. У вас есть серверная лицензия, которая раздает эти самые лицензии на определенное количество человек, и клиенты, которые эту лицензию сервера запрашивают. Соответственно, там есть разные категории. Можете, опять же, скачать прайс-лист и убедиться сами. Также второй вопрос от Татьяны спрашивает. Работают ли плагины только под версию 2019? В 2019, как я понимаю, эта версия имелась в виду Revit, Navisworks и всего остального. Нет, все работают, плагины есть под версии актуальных дистрибутивов. До современных версий, да. До последних. Мы актуальдируем. Да, да, да. Начиная с 17-го, Navisworks и 17-го, Revitworks и 18-го Advanced и до актуальных версий. Ну, в том числе, это справедливо, насколько помню, для Microsoft Project и для Oracle Primavera, и для всего дополнительного, из чего мы загружаем также информацию. Ну, Project начиная с 2010-го, а Primavera начиная с 8.3. Ну, тоже достаточно со старых версий. Так. Вера Валерьевна поделилась своим мнением. Это почти не вопрос, так что, наверное, не буду зачитывать. Наталья говорит. Система удобна для больших проектов, для нового строительства. Сложно будет организовать этапы проекта по отдельным элементам для капитального ремонта. К примеру, ремонта кровли в детском садике, либо частичный капитальный ремонт внутри здания. Можно ответить, Антон? Да, пожалуйста. Коллеги, услышав этот вопрос, я понял, что не сказал одну важную вещь. Система модульная и основана на системе ролей. То есть все функции можно отключать у кого-то, у кого-то включать, в зависимости от того, какая роль. И, соответственно, я показывал от роли администратор, то есть для меня были все доступны функции, и, возможно, это выглядело сложно, потому что функций было много. Но для небольших проектов, например, у нас есть такие проекты, как малоэтажное строительство, где строительство коттеджей происходит, ремонт, например, нашего офиса, мы делаем ремонт нашего офиса в нашей системе, ну и сопутствующих помещений. То использовать систему для небольших проектов можно и удобно, включая еще и понимание того, что справочники типовых объектов очень хорошо подходят именно для гражданских, небольших объектов. Делай один раз, если даже в справочнике нет, вы вносите справочник, и дальше этим пользуетесь. Ну и такие работы, например, как поклейка обоев, штукатурка, то, что, например, или ремонт кровли, устройство лагов и прочие работы здесь вполне реализуемы. Ну, скорее, они как немоделируемые работы просто не привязываются к самой информационной модели. Но, наверное, в данном ремонте можно использовать, наверное, без самой информационной модели, в том числе для капитального ремонта, так как обычно для него биомодель никто не возводит, ну, если это, допустим, ремонт детского сада. Да, важный момент, что в системе можно использовать и объемы работ, которые не моделируются в BIM-модели, и вообще можно без BIM-модели проводить эту работу, то есть вносить в задание объемы из других источников. Да, опять же, вариантов множество. Хорошо, когда вы, проектные институты, делаете ремонт и можете сами контролировать этот ремонт. Так, вопрос от Александра. Здравствуйте, Александр. На наш взгляд, на ваш взгляд, на наш, то есть, где у нас больше эффективность? Вариант один. Александр с нами тоже проводит опрос. БИМ у генподрядчика, вариант два у заказчика. Александр, я бы сказал, что здесь идеален вариант того, что BIM есть и у генподрядчика, и BIM есть у заказчика. Но, конечно, так как у нас, наверное, двигателем прогресса все-таки здесь выступает заказчик, он же инвестор, то вариант у заказчика и должен быть BIM в первую очередь, и он уже должен масштабировать такие технологии на, так сказать, структуры ниже себя и тех, кто с ними работает. Так, следующий вопрос от Дмитрия. Как выдать задание конкретному исполнителю на объекте? Распечатать чертеж или пустить весь персонал в систему? Так, Андрей, пожалуйста, ответишь? Да, я думаю, что здесь, ну, в конкретных случаях обычно по-разному и бывает. Возможно, и та ситуация, и другая. Если вы выдаете подрядчикам доступ к системе, вы можете дать им ограниченный доступ, они могут видеть и, например, через систему уведомлений получать эти задания. Но если... Бывают и случаи, когда подрядчиков в систему пускать не хотят, тогда просто выводят из системы отчет, отправляют. Или это, например, протокол совещания, который на планерку передается в формате Excel, там дозаполняется и назад загружается в систему уже с принятыми решениями. Такой вариант возможен. Возможно, через... Предоставить доступ через мобильную версию подрядчику для того, чтобы он всегда видел и имел доступ к архивам проектно-сметной документации, техническим архивам, да? И мог, например, свою информацию туда внести. Но, например, факт обычно вносит не подрядчик, а вносит какое-то другое лицо. Это... В наших проектах обычно мы проектируем и занимаемся авторским надзором. И тот человек, который занимается авторским надзором, совмещает эту деятельность с передачей факта, с площадки и контролем подрядчика. Ну, возможно, это, кстати, может быть и отдельный совершенно человек, так сказать. С новыми технологиями у нас появляются и новые должности, и новые люди. Я бы сказал, что это скорее расширение или изменение функций существующего персонала. Обычно это не требует нанимать новых сотрудников, а те сотрудники, которые уже работают, их обязанности немножко изменяются с применением системы. Да, в принципе, отчасти да, я соглашусь. Так, вопрос, Дмитрий, прочитали. У нас еще есть несколько вопросов от Татьяны. Есть ли у нас сертификация в стек? Это, по-моему, регистрация как раз-таки для оборонной промышленности, если мне не изменяет память. Возможно, мне изменяет память. Насколько я помню, такой регистрации у нас нет. В ней не было необходимости, но если будет необходимо, эту регистрацию мы, думаю, сможем успешно пройти. Ну, это сертификат о подтверждающей средства защиты информации соответствует требованиям в стек. Такого сертификата нет. Да, сертификата действительно такого нет. Это вопрос. Забываться об этом серьезно. Да. И второй вопрос. Подходит ли программа под программой импортозамещения? Если, насколько я помню, у программы импортозамещения нет никаких особых требований. Бывает, есть только требования о стороне разработки. При требовании о стороне разработки у нас выполняется. Единственное, что мы не подходим под налоговую льготу в плане выплаты НДС, так как у нас используется Microsoft SQL сервер в своей основе. А под все остальные пункты мы, конечно же, попадаем. в том числе возможности работать с тем же форматом IFC. Как это сейчас активно продвигается для того же самого тим-моделирования и организации строительства. Коллеги, мы уже с вами практически полтора часа присутствуем вместе. Я хочу сказать, что вы можете задавать еще вопросы, написать мне на почту, написать на почту или позвонить по номеру телефона, я отвечу на ваши вопросы. Наше время подходит, к сожалению, к концу. Хотелось бы еще остаться немного на дольше еще поговорить, пообщаться с вами. Хочу сказать всем спасибо, что отвечали сегодня на вопросы. Пожелать снежной зимы, хорошего морозца. У нас, к сожалению, на улице немного слякотно. Хорошего, конечно же, настроения. Всем в следующем году и в этом году технологических успехов, развития собственных компетенций. всего доброго. Спасибо, коллеги, за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok